Здравствуйте, ребята! Начинаем сегодняшний вебинар, посвященный эзотерике. Я сейчас выключу звук. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко, я руководитель эзотерической школы Кайлас. Сегодня я с удовольствием поотвечаю на те вопросы, которые вы мне прямо сейчас задаете. И еще будет у нас тема, которая посвящена Иване Купалу. Это такой праздник Ивана Купалы, я специально подготовил информацию. Ну и надеюсь, у нас хватит времени после вопросов исследовать еще и эту тему. Ивана Купалы это праздник, который уже около тысячи лет празднуют у нас на территории моей страны. И это праздник Иоанна Предтечи или Иоанна Богослова, который искупал всех, кто здесь находился и жил, тем самым похрестил и сделал этот мир христианским. Вот такой праздник. Этот праздник, он считается одновременно христианско-языческим, так как в христианском празднике есть очень много языческих корней, которые сохранились, несмотря ни на что. Так как народности, которые здесь жили на территории этой страны, были связаны с трепельской культурой, и очень большое количество было языческих всевозможных обрядов, праздников и так далее. Это прыгание через огонь, я объясню, что это такое обмывание в воде, тоже постараюсь, если хватит времени, постараюсь об этом рассказать. Итак, Фурина, я первый, здрасте. Наталья Тимошенко, приветствую вас, уважаемый Андрей Андреевич, мне очень нравится, как построена система обучения в школе, спасибо. Если вопросы появляются, на них сразу же приходят ответы в ваших видео, и это волшебство. Мне нравится, что вы делаете, уважаемый, восхитительный учитель в галактике, о, супер. Инна Скуб, мир Украине, героям слава, смерть врагам. Галина Смирнова, Андрей Андреевич, здравствуйте, мне почти 65 лет, и я еще не бабушка. Скажите, пожалуйста, стану ли я ею? Спасибо. Скорее всего, станете. Вам не нужно по этому поводу переживать, все в порядке. Здравствуйте, скажите, как эзотерически можно использовать веер? Можно ли механически увеличить поток желаемого, что в эзотерике все ускоряет? Веер обычно цепляют в спальне, обычно на восточной стороне, если хотят быть знаменитыми, на западной случае, если хотят материального благополучия. Обычно веер цепляют в том месте, тем местом, который либо воздух дает, либо воздух отталкивает. Обычные японские вееры, они цепляются лицом в дом на месте, где находится хранение денег. Таким образом, можно сказать, что японцы часто в своей культуре используют данный атрибут или данный такой вот веер, как привлечение материального благополучия. В целом, веер это то, что создает поток, поэтому использование мантры, допустим, мантры Сингон в японском дзен-буддизме, там амитофу, может помочь человеку получить благословение высших сил, а допустим, чтение мантры Умдзамбалдзамтайсоха, может с чтением и использованием данного веера, может помочь человеку, наверное, дополнительно привлечь потоки, эзотерические потоки материального благополучия. Я тоже верю в эту энергию, мне тоже очень нравится, мне нравятся любые потоки, в том числе, которые создаются веером. Но, опять-таки, это атрибут, который исключительно связан с такими сенсорными качествами человека. Одному это может помогать, а другому человеку нет. Я не могу сказать, что веер является гигантским механизмом или магнитом, который может тотально изменить судьбу человеку и привлечь большое количество денег. Дальше. Галина Смирнова. Андрей Андреевич, важно ли именно подряд, без перерыва, сделать от аритмии 10 массажей спины? Нет. Один раз или два раза в неделю делайте. Не нужно делать прямо ежедневно. Не 10 раз подряд. Но массажи спины без растягивания позвоночника в раз. И второе. Обязательно купите коврик, который называется аппликатор Кузнецова или аппликатор Липко. Обязательно, чтобы там иголочки были не металлические, а пластмассовые. И перед сном 10-15 минут ложитесь вот на такой аппликатор. Также при аритмии, когда она будет появляться, берите третий и четвертый палец и потягивайте на одной руке и после этого на другой руке. Это тоже устраняет аритмию. При аритмии существует определенная точка, ее очень несложно найти. Необходимо поделить бровь на две части и поставить четыре пальца. Там, где будет находиться указательный палец, вот эту точку нужно массажировать. С правой стороны и точно так же с левой стороны это убирает аритмию. Также считается, если положить при аритмии, если положить серебряную монету на центр лба, то тоже аритмия снижается. При аритмии тибетская медицина рекомендует использовать цветочную пыльцу и рекомендует использовать пергу. Поэтому, если у вас аритмия появляется, добавьте к своему рациону питания цветочную пыльцу и цветочную пергу. В небольшом количестве, по крупинке. Юля, также лежите на аппликаторе Кузнецова по 10 минут перед самым сном. Юля, доброго дня, ют 35, року народжения. Чемает ему свою семью пока одна и без детей? Так, будет у вас еще ваша родина, все будет доброе. Не беспокойтесь. Наталья Таран. Добрый вечер, Андрей Андреевич, подскажите. Добрый вечер, Андрей Андреевич, подскажите, смогу ли я открыть творческую студию в Одессе? И будет ли прибыль? Открыть сможете, прибыли не будет. Или уже когда вернусь в Херсон, там строить бизнес? Скорее всего, когда вернетесь в Херсон, тогда и стройте. Не будет того, на что вы рассчитываете, и того, что вы ожидаете. Поэтому, к сожалению, я бы хотел вам сказать, конечно, совершенно обратное. Но что же делать? Екатерина Пономаренко, ваша ученица, всего вам самого лучшего. Спасибо. Есть ли какой-то эзотерический способ стать крестной для малыша, но не крестить церкви? Может, талисман для ребенка и защита? Почему так люди боятся этого крещения? Что с вами такое происходит? Есть у нас в нашей, наверное, ментальности желание крестить. Для чего это вообще делают? Это возможность приблизить к себе человека, который является другом еще ближе. То есть крестная мать, таким образом, является гораздо ближе к человеку. То есть вас выбрали, и вы, как тот человек, который нравится этой семье, то вас выбирают для того, чтобы вы были ближе для этой семьи. Это говорит о том, что они хотят видеть вас в поддержку. И это вообще обряды хорошие. Чем они хорошие? А что плохого? Объясните. То, что крестики поставят в разные места ребенку. А что такое крестики? Друзья мои, крестики – это плюсики. Плюсик на коленочках ставят для того, чтобы ножки всегда шли в правильном направлении. На лобиках, чтобы ум добавлялся. На руках, на левой руке, чтобы принимала. На правой, чтобы могла торговать, да, отдавала и так далее. На затылке, чтобы лежал комфортно. Чего вы боитесь-то? Какие проблемы возникают? Кто вас так напугал этим? Почему вы так сильно боитесь этого? Нет никаких предпосылок. Вообще, это же обычные обряды. Они ни с чем не связаны. Они не болезненные. Они не страшны. Это веселый обряд. Где ребенка омыли в предварительно очищенной воде. Где Иисус Христос своими, наверное, событиями откупил грехи человеческие. Где ребенка помыли, очистили, поставили ему плюсик, пожелали ему добра. В чем дело? Ничего не могу понять. Что с вами? Да смело идите вообще. Мы, как эзотерики, мы за религию любую. Мы за христианство и за буддизм. Мы просто чуть-чуть больше знаем. Понимаете? То есть мы не против точно. Потому что мы тоже та система, которая верит дополнительно в высшие силы. Просто мы их немножечко знаем глубже. Пусть не обижаются те люди, которые исповедуют какую-либо религию. Но мы ее, эту религию, знаем чуть-чуть глубже. А возможно, какую-то не знаем. Но то, что мы знаем, это совершенно отличается. Чем отличается? Даже если мы начнем рассказывать о том, что мы знаем многих людей, которые исповедуют определенную религию, этих людей может это зацепить и даже оскорбить и даже обидеть. Поэтому мы обычно эзотерики занимаемся эзотерикой тихонько. Чтобы никто не знал. И ведем себя, как обычные люди. То есть придя в церковь. Я люблю церковь. Мне нравится место церкви. Я люблю, потому что я знаю, что там можно делать. Что можно делать? Я обычно подхожу к Иисусу Христу и говорю, я говорю, Отче, Иисус Христос, Ты спал, спас огромное количество людей. У Тебя так много боли. Было огромное количество, кто шел за Тобой. И Ты эту боль накапливал и висел на кресте. Эта боль, Ты спас нас от этой боли. Пусть эта боль, которая у тебя есть, будет расчетом для тех людей, которые хотят сегодня, чтобы в моей жизни были неприятности. Пусть эта боль, чтобы тебе не так больно было. Пусть эта боль переходит к ним. Переходит вот к этим, переходит вот к этим, к тем, кого я не знаю. Пусть переходит к ним, к их детям, к их родственникам. Пусть будет у них. А то они страдают, что хотят моей боли. А я не могу дать, я счастливый человек. Ну, хоть кто-то должен дать. Ну, и вот так. Или какие там есть иконы. Божья Матерь. Подхожу к Божьей Матери и говорю, Божья Матерь, живи в моей груди. Живи в моей груди, потому что я хочу, чтобы там была чистая женская энергия. Если в груди будет чистая женская энергия, и там будет находиться портрет моей жены, Божьей Матери, моей мамы, моей тёщи, моих дочерей, моих детей, то это всё даст и им силы, и мне силы. А я буду ещё одной, наверное, чёткой в руках божественного промысла. Ну, и говорю спасибо, Божья Матерь. Супер, что тут такого? Это прекрасно вообще. Антонина Батечко. Вітаю, з одной хвороби перехожу в іншу, втомилась. Что я роблю не так, что зі мною відбувається, как знайти вихід, порадьте, будь ласка, шановный Андрій Андрійович. Я вам сьогодні розповім про дві такі цікаві речі, до речі, які можуть дуже вплинути на ваше життя. Коли людина, вона зростає і переходить у те, що називається без кінця, у хвороби в хворобу, то тібетська медицина каже, що в цей момент у людини щось є і закривається права сторона. Як настичка і вова дощечка. Тобто людина становиться така тверда, не може гнутися, багато стеофітів у тілі, багато токсинів і так далі. І тібетська медицина, вона каже, що такій людині можливо допомогти. Двома такими два способи. Перший спосіб – це гаряча вода. Візьміть гарячу воду, закипятіть її і пийте її кожний час 4 гладка на протязі 7 днів. Потім ще тиждень робіть перерву і ще раз пийте. І робіть так на протязі року. То усі ваші хвороби вийдуть. Я вам кажу серйозно, будете в шоці. І другий спосіб – утром, коли ви просипаєтесь, два стакани вже холодної водички, одну переливаєте, з однієї кажете – хай ти водичка моя, хай всі хвороби згинуть, ти водичка моя, забери мої всі хвороби. Ось так миєте щочки і водичку цю п'єте. І все. Вот таким образом можна помочь чоловіку. Пожалуйста, пользуйтесь, користуйтесь. Светлана Трут. Добрый вечер, Андрей Андреевич, у меня большая забота о дочери. У нее трое детей живет в хорошем достатке с мужем в Германии. Она уже два года отношений в семье. Тетя, она хоче разводиться, жаль внучат. Не понял? У меня большая забота о дочери. У нее трое детей живет в хорошем достатке с мужем в Германии. Уже два года отношений в семье тетя. Что отношения в семье тети? Она живет как тетя. Она хочет разводиться, жаль внучат. Она разведется. Если вы говорите о дочери и вот этом мужчине, скорее всего разведется. И скорее всего мужчина детей заберет. И скорее всего, видите, это такая вот особенность у этой девочки, она не прикаянна. А это все связано с тем, что вы в свое время ненавидели мужчин. И ненавидели мужчину, от которого скорее всего родили. Как можно это все изменить? Можно сделать так. представить вашу дочь и там где ее грудь находится представить в центре стоит ее муж прямо в круге между двумя сисечками обведите такой круг в груди чтобы на левой и правой стороне видеть грудь потому что это очень важно а внутри представьте муж сидит и на коленях держит этих детей будете делать так два раза в день утром и вечером и сто процентов семья сохранится и сто процентов вновь любовь возникнет сколько делать не знаю если вы ученик школы сработает если вы не ученик моей школы но так себе сработает светлана трот как может сложиться вы уже спросили хорошо все сложится на самом деле неплохой жизнь проживет она не будет страдать очень возбужденной ей нужно успокоиться ольга коллаген корягин уважаемый андрей андреич можно разбудить совесть человека или это качество зависит от эволюции души для того чтобы маг мог разбудить совесть другого человека нужно знать что да в действительности наше сердце она состоит из некого куба когда у человека слабый характер ли слабая душа что значит слабая душа не добрый злобный матерится не понимает не может себя найти не может себя почувствовать не телесно не физически нет чувств близким не понимает что такое красота это все приводит к тому что душа становится маленькая и рядом с этой душой начинается подселение подселение зла с правой стороны входят подселение добра с левой те которые с левой они должны кормить и помогать а те которые с правой они должны наказывать и направлять ну и как правило у людей вот такие вот моменты происходят то есть чем добрее человек тем больше тех сил которые направляют и помогают чем больше зла в человеке тем больше тех сил которые разрушают и ломают ну и совесть в этом случае она исключительно зависит от силы души этого человека и что может возникнуть случай если совести нет как можно помочь поможет черная бусина найдите бусину из абсодианта или из гематита представляете каждый день будто человек сидит в этой бусине и вы ему произносите сиди в этой бусине пока совесть не появится а там где находится его грудь внутри груди представляете букву х букву х буква х на самом деле является буквой которая называется алифы обозначает бог а также это петровский крест если вы не знали именно петра его в свое время распяли на таком кресте вниз головой когда вы приедете в италию и будете где-нибудь рядом с католической петровской церковью то вы можете очень часто увидеть там вверх тормашками перевернутые кресты и говорить ого это что сатанизм нет это не сатанизм дело в том что итальянцы они знают в отличие от всех остальных историю католической церкви и знает каким образом был распят свое время петр помните эту историю про иисуса христа и петра когда петр подошел и сказал не мы тебя не придадим учитель на что им сказал вы ты первый до момента пока прокричат петухи меня предашь и сказал после этого петр ну в тот момент когда это произойдет то ты вознесешься а мы то что будем делать и он сказал воистину я тебе хочу сказать что после того когда я буду со своим отцом вместе в этот момент каждое слово услышанное мной от тебя будет услышана напрямую богом таким образом было и построено в дальнейшем петровская церковь или католическая церковь где вот такая прямая передача преемственности как бы телефон прямой между петром и иисусом христом является важной частью коммуникации между человеком и богом все остальные ставленники которыми являются там папы римские и так далее является всего лишь прямой вот такой вот компонентом передачи и фактически каждый папа становясь папой является петром как бы духовно остается тем существом который может напрямую попросить у самого иисуса христа да так чтобы иисус христос на сто процентов услышал не знаю нужно вам было это или нет как восстановить себя после стрессов садитесь засекайте время закрывайте глаза убирайте телефон засекайте 10 минут и не шевелитесь думайте о чем угодно с закрытыми ли с открытыми глазами делайте так два раза в день по 10 минут не шевелитесь после каждого раза вам будет хотеться у вас будет не ощущение расслабления ощущение усталости вот это ощущение усталости и такого будет ощущение засыпания усталости будет длиться ровно 7-10 максимально дней после этого поднимется настроение стресс перестанет мучить будет ощущение спокойствия появится энергия и так далее очень часто люди не понимают как устроена энергия и очень часто между мужчинами и женщинами возникают определенные трудности и трения которые связаны просто с тем что мы не понимаем как реагирует женский организм на стресс и как реагирует мужской организм на стресс мужской организм на стресс и реагирует так если мужчине какая сущность мужчины мужчина должен оплодотворить поэтому если у мужчины вдруг стресс то мужчине хочется секса поэтому когда у вашего мужчины появляется безумное желание ему хочется все время секса и так далее это говорит о том что он находится в бесконечном агрессивном стрессе и этому человеку необходим покою и спокойствие успокоения то есть он в стрессовой ситуации много адреналина когда у женщины стресс то у женщины происходит наоборот так как она во время стресса не может не выносить не воспитать ребенка поэтому женщина во время стресса для нее не хочется не сексом заниматься ей не хочется никаких именно поэтому очень часто семья которая проходит состояние стресса и находится в стрессе получает помимо прочего еще и вот такие дисбалансы то есть у женщины появляется отсутствие желания у мужчины появляется гипер желание на этом фоне появляется претензии мужчина начинает проявлять претензии говорить вот ты там не желаешь она ничего не может сделать собой потому что она находится в стрессе это все регулируется гуморальной системы эндокринной системы ничего с этим сделать нельзя поэтому нужно знать что если есть стресс и перед вами находится женщина то вы словами максимально должны и убедить в том что стресса нет что она все равно красивая что мы все равно добьемся почему надеждой живут женщины в большинстве своем и когда женщина испытывает стресс то ей не нужно дополнительно вводить в состояние стресса то есть если орать на мужчину он будет хотеть больше чем раньше а если на орать на женщину она не будет хотеть больше чем раньше не хотела поэтому для того чтобы женщина хотела нужно обязательно ее пушить и гладить и обещать потому что женщина и женское сердце она питается надеждой так хотите сделать какую-нибудь красивую хотите сделать комплимент мужчине расскажите ему о том как вы восхищаетесь достижениями рук его то есть мужчине можно сказать какая красивая одежда машина какие красивые часы и так далее даже какой он умный когда вы делаете женщины комплименты которая выходит из мега дорогой машины и в очень дорогом костюме или в платье и там дорогих часах никогда не говорите о дорогих часах и платьях всегда говорите какая она красивая вы сегодня особенно красивы вы сегодня особенно потрясающе особенно самое страшное что может сделать мужчина для женщины это создавать претензии говорить женщине что она некрасивая это самое плохое больше всего женщины нуждаются как раз и в этом женщина рождается с проблемой которая называется проблема неверой в то что женщина красиво поэтому каждая женщина почему-то постоянно хочет чтобы нашелся кто-нибудь кто бы ей постоянно говорил о том что она красивая вот запомните эти слова они банальные но мужчины часто о них забывают это три волшебных слова я тебя люблю говорите это утром в обед вечером и перед самым сном когда вы засыпаете случае если говорить всего лишь три слова вашим женщинам утром в обед и вечером четыре раза в день то жизнь будет лучше претензий будет меньше она доник я очень люблю свою дочь супер веру вера подскажите пожалуйста что нужно и развивать для счастливой жизни пусть добрее становится пусть развивает себе качество доброты и ума доброта и ум еще никого не сделала несчастным когда человек развивает себе доброту и ум то он становится счастливым люди очень часто думают что люди часто думают что человек может стать умным если он будет много учиться люди часто думают что человек может стать кем-то если он будет очень целеустремленный и это не так дело в том что все дается как бы это не звучало высшими силами это дается высшими силами включая и ум включая и знание и так далее и эти высшие силы они обычно выбирают тех людей у которой которые стремятся которые хотят но на первое место ставят внутреннюю радости внутреннюю доброту если человек радуется ему дают информацию почему человек создан для радости да я знаю сейчас не за что радоваться есть очень много проблем но они сейчас на нашей земле эти проблемы но вы должны знать что знания не ограничивают человека от ответственности поэтому если вы даже не знаете что нужно радоваться и не радуйтесь вы все равно эту жизнь свою не сделаете лучше то есть если вы считаете что сейчас не время радоваться сейчас нечему радоваться сейчас нужно вы загоняете себя в тупик вы рано или поздно получите от пропадает чуть-чуть интернет у нас пропадает чуть-чуть интернет у нас и потом в течение одного года болезни и очень тяжелые какие-то ситуации там проблемы с девушкой с которой встречался это все привело меня к тому что я наш находился в бедственном состоянии год назад я строил дома покупал имущество и так далее спустя год у меня уже был долг в полмиллиона долларов потери имущества аресты и ну сумасшедшие проблемы которые кубарем включая онкологическое заболевание и конечно же ну какой то еще и так получилось что я не мог выселить людей которые жили в моей квартире они должны были там еще неделю жить и мне ничего не оставалось не было наличных денег мне пришлось несколько дней жить в своем офисе лежу я в офисе голодный ночью поломался кондиционер и в тот момент когда мне казалось что хуже уже быть не может начал болеть зуб и когда я думал что хуже уже быть не может начал болеть геморрой как которую никогда не было никогда стал думать что хуже уже не будет то шел там через какой-то порог зацепился оторвал ноготь поэтому я все время говорю такие слова уважаемые друзья не гневите бога то что мы живем это уже есть счастье прославлять бога как написано во всех книгах это радоваться той жизни в которой мы живем что такое бояться бога у бояться бога это значит жить так чтобы судьба тебе не нравилось если вы живете так чтобы судьба вам не нравилось значит вы бесстрашный после бог создал человека так чтобы ему жизнь нравилась почему если он создал для вас события и создал этот мир то создал для того чтобы вы его принимали принимали и ели принимали и процветали принимали и плодились принимали и промысел божий поддерживали когда человек говорит мне это не нравится да то не нравится кто ты такой против кого ты горой идешь бороду сбрей там один мужчина мне написал андрей андреевич почему вы не носите бороду дело в том что бороду носят мудрые люди а я себя мудрым не считаю поэтому сожалению борода мне пока еще не подходит валентин обожаю здоровья андрей валентин обожаю открытый свой справа подскажите кому напрям куруха то есть ой валентинов пятьдесят три года яку справу яку справу до 53 лет справа не был на было шума будь зараз потребно уже справа ведь криват все что будет связано с нитками тканями будет хорошо получаться продажи или там не знаю вязанием вышиванием от ну вот что такое человек мне пишет андрей андреевич у меня была история такая когда-то я в москве чуть ли не вырвалась из меня это страшное гнилое слово так вот в одном из городов когда-то я преподавал космоэнергетику это было очень давно ну почти наверное лет двадцать назад и семинары были это было с подачи в то время живого еще мага россии которого звали юра головка на самом деле он себя называл другой фамилии он был моим знакомым я знаю эту историю он был в запорожье сначала жил и у него был свой магазин где они собирали бутылки принимали и ездили отдыхать их было три человека один этот юра головка другого звали еще одного человека саша кличка красный и третьего человека аркаша и вот они втроем ездили очень часто в турцию и вот юра поехал и открыл сам себе сделал знаменитым колдуном россии появилась популярность тогда было на попу на гребне волны было джуна написали книжку или нашли где-то эту книжку женевскую начала эзотерики там понахватывались из огонька разную там информацию тогда но я в свою очередь занимался я был еще очень мал очень очень мало еще был но и познакомившись с ними мне как бы выделили тему так как я очень хорошо разговаривают талант выделили тему и бы я изучил космоэнергетику мне очень нравилась философия я собирался обучаться этому и интересно были труды философов как-то мне я в погружался в это все читал гегеля и маркса и там все что возможно было ницше пытался в этом всем разобраться внедриться осознать понять и тогда ну и выросло это в виде какой-то своей такой философской идеи ни на что не похожий ну и я решил под заработят на этом деньги и начал проводить семинары первый семинар я провел там недалеко от города и собралась 10 девушек и вот в этот момент я понял что я могу просмотреть информацию о человеке и было очень интересная женщина она мне говорит я болею онкологии у меня онкология не помню чего и чем мне в жизни заниматься еще я хочу реализоваться после живу очень несчастны я и тогда этой девочке сказал ее по моему галина звали я говорю галина рисуйте вам нужно рисовать просто мне показали она счастливая и картины показали ее и она очень такая радостная но все ее картины на них были изображены волки я говорю вот мне показывают вас ваши картины на них нарисованные волки и совы и она говорит андрей андреевич я вообще не умею рисовать игре а вы бы могли реализоваться и вот прошло 10 лет там или 12 лет я уже организовал свою школу и прочитал много раз уже первые ступени и появилась эта галина нечаянно она мне написала письмо и прислала фотографию андрей андреевич а я ведь тогда когда вы мне сказали чтобы я начала заниматься живописью начала все-таки посещать курсы научилась и действительно стала очень знаменитая рисую вот волков и сов и у нее такие картины связанные с магией вот варваров северной магии ну вот такие у нее белые ангелы эти волки белые олени и там и тогда но и она популярная в свое время было особенно в странах вот норвегия и финляндия в америке она проживала сначала швейцария потом в америке она говорит да я действительно смогла вылечиться от онкологии заметно все помогло мне и это все я считаю связано живописью да вы мне открыли мое предназначение большое спасибо я не считаю что у человека есть какое-либо предназначение считаю что человек рожден для того чтобы быть счастливым если человек рожден быть счастливым то он может настроиться на это счастье в дальнейшем быть счастливым а если вручить свою свою жизнь в руки богу и сказать им не все равно будет у меня машина или нет будет дом или нет будет муж или нет я вручаю эти поводья в божественные руки пусть бог мне поможет и найдет для меня мое счастье мне надоело мне надоело пусть бог он после этого нужно только принимать то есть если звонить телефон отвечайте говорить правду из говорят когда даже говорите не отдам денег нет когда отдам не знаю мы заберем забирайте бог хочет чтобы забирали все забирайте я очень долго боролся в моей жизни могу сказать что это был в моей жизни единственный правильный вывод первое сказать всем правду второе перестать врать и третье жить просто так положивайте вожжи в руки самого бога это потрясающий совет не всем он понятен но поверьте мне он самый магический из той магии которую я когда-либо в жизни или какой-либо в жизни прикасался наташа бездлер я делаю вымаливание сыновей на днях приснилось что старшего матвея с тела вытаскиваю зубочистки и складываю в кулак это же воду то есть когда человека втыкают то на энергетическом плане в нем другие программы стоят вот такие другие программы это проклятие а вообще это могут быть не проклятие это называется иглами или стрелами индры считается что когда женщина мечтает о мужчине и сильно его желает то может привораживать и вот этот приворот это как стрела которая втыкнута этого человека и да бывает так что у мужчины на энергетическом плане мы его просматриваем и в нем эти стрелы как зубочистки и вы достали что вы достали привороты и что теперь будет будет легче ему жить в жизни будет более целеустремленный будет нравиться одна женщина чем больше у мужчины или у женщины приворотов тем больше она тем хуже ей живется то есть найти у ей возможность быть счастливой с одним человеком невозможно у меня была ситуация такая в жизни женщина одна обратилась и она из по моему швейцарии гулящая такая оторви и выброси и там ну это очень жестко красивая молодая и так далее ну вот на каждого смотрит мужчина бывает такое у людей но с женщинами менее редко и так и так бывает и она говорит мне стоит с мужчиной два раза и он мне не интересен не стоит два раза и мне не интересно андрей андрей что мне с этим делать я замучилась уже так не пойдет муж со мной жить не хочешь что это такое я посмотрела у нее тело прям все как в иглах понимаете и она была у меня на морском курсе я зажег вот такую лампадку и поводил рядом с ней говорю давай я тебя вот так вот огнем по убираю у тебя эти стрелы и поубирал у нее днем и ночью и убрал эти стрелы полностью и она вернулась к мужу и тву 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 по сей день живет и говорит боже как меня отпустила вообще оказывается я мужа люблю это бывает и такое поэтому зубочистки это настоящие вот эти порт здрасте подскажите стоит ли забрать маму с младшей сестрой в польшу стоит ученик первой ступени очень рад тому что практически на все вопросы есть ответы или в ступенях или на сайтах да обязательно проходите мою первую ступень тем самым вы поддержите меня и мою семью обязательно покупайте мою продукцию тибетская формула а также мизоне это потрясающая линейка великолепных кремов мази и так далее я сам хорошо выгляжу близкие хорошо выглядят почему сами пользуемся тем что мы изготавливаем ну и почему я умудряюсь еще и выкладывать бесплатно и что-то делать вот так выходить безвозмездные помогать людям я это делаю потому что вы в свое время помогаете поддерживаете меня чем покупайте мою продукцию потому что вы покупаете мои ступени и это мне помогает и чем больше людей находится тех которые делают для меня что-то хорошее тем больше у меня появляется желание сил делать для людей хороших почему я перестал выходить с почему я перестал выходить с еженедельными прогнозами и почему я перестал ну где-то более активно общаться из-за большого количества хамства когда хамство в огромном количестве сыплется на меня то я не хочу ничего делать и вот у меня такой протест то есть объяснить себе почему я должен делать я понимаю что мои ученики они ни в чем не виноваты что есть тысячи людей которые бы хотели увидеть но эти тысячи людей они не написали комментарий никакой то есть они просто посмотрели и пошли дальше но нашлись 1000 которые написали плохие комментарии и когда я вижу как тысяча людей на протяжении недели написали плохие комментарии то мне ничего не хочется то есть я говорю раз этому миру не нужно то для меня это знак а раз это знак тогда зачем она мне нужно мне еще заморачиваться для людей что-то рисовать эзотерика это путь одного человека счастливого человека везучего человека богатого человека здорового человека мне все хорошо мне на самом деле спасать людей или человечества такой задачи не стоит и скорее всего стоять не будет никогда эльвира подскажите как избавиться от гонора дочери конечно же я терплю правильно делаете но хочется убрать гонор смотрите если убрать у нее гонор то тогда вы уберете у нее то что называется упорство она станет ленивая и конец пусть будет гонор она очень многого всего добьется в жизни именно за счет своего гонора поэтому ничего страшного это такой период сегодня я рассказывал как представлять представляете будто в душе у вашей девочки внутри в груди находится большой такой круглый шар и там находится ваш портрет свой портрет сделайте большим можете там святую женщину божью матерь поставить еще тоже потому что это тоже ей поможет пандас library если возникают вопросы по механике действия практикой ступени это лучше писать или в общий вопрос вообще например как распределяется энергия на мои программы во дворце спасибо всего доброго нету какой-то механики в этом всем дворец небесных драгоценностей это ментальная программа и больше или меньше не так не срабатывает просто вот просто делайте дело в том что человек хочет а бог располагает дело в том что человек думает что его там я хочу быть богатой я хочу автомобиль или я хочу это все не может привести вас к счастью сама же программа она более всего ориентирована на то чтобы сделать вас счастливой и женщина говорит вот почему я начал заниматься эзотерикой но так и не купила машину и так далее после это не сделает вас счастливой а сделает несчастный почему ну потому что начнете ездить разобьетесь там ногу поломайте всю жизнь будете хромать так бы вышли замуж за колю красиво выйдите за петю некрасивого и всю жизнь потом будете страдать то есть этот мир он так устроен что он неохотно хочет что-то делать для человека почему это господу видно но а нам подскажи что бог есть свет и в нем нет никакой тьмы понимаете это такая особенность это такая особенность и это высшим силам виднее а мы-то обычные обычные люди если высшим силам виднее то нужно радоваться просто жизни для того чтобы они создали для вас самое лучшее но мы считаем что мы умнее я хочу вам сказать если 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 заполнить весь всю вселенную песком и взять эту песчинку и эту песчинку поделить так чтобы она заполнила всю вселенную сделать так один миллиард раз и после этого самую мелкую частицу из этого взять то это будет наше сознание по отношению с божественным сознанием когда человек говорит я познал нет я могу нет 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 даже я не говорите в этом мире у божественного очень большое количество возможностей вообще если возложить свои проблемы и положить туда на плечи то жизнь становится другой в свое время серафим саровский говорил о том что он говорил что помолившись негаю своею в неге находясь негаю свою божественной силой лечу души больных людей не людей они другие души больных людей о чем это говорит что такое негаю это ощущением наслаждение радости так человек устроен знаете действительно своей радостью внутренним наслаждением внутренней любовью можно лечить другого человека а человек обычно все проблемы то имеет из-за того что он постоянно огорчается нервничает психует злиться обижается и так далее так далее потом не понимают почему в его жизни еще и автомобили хочет еще и хочет богатство написать огромному количеству какашки и после этого говорить почему же в жизни мне не везет ходить как уксус не нравится не нравится все в жизни не нравится если человека создали чтобы все нравилось тогда если тебе нравится что-то малое то дадут чтобы нравилось что-то больше а если ты ничего не любишь тогда тебе ничего не нужно давать почему так тебе что угодно даешь и тебе все не нравится тогда а мне нравится только вот то что я хочу ну почему ты решил что то что ты хочешь должно тебе даваться почему вдруг стоит ли мне менять мою личную жизнь и переезжать другой город не стоит остаться остаться оля бобро о бобро хорошее имя прозвище прохожу ступени все получается улучшился бизнес выбралась из долговой ямы супер вышла замуж но никак не могу забеременеть все анализы хорошие помогите скажите получится да получится хоть вы и взрослые что необходимо при при что необходимо делать представляете будто у вас под ногами огонь горит и этот огонь горит и прямо нагревает вам два яичника и матку и прям шейку матки и вот все прям горит огнем такое ощущение как будто золото и представляете это один раз в день утром если будете так делать то очень быстро забеременеете выносите ребенка данный метод имеет название и применяется как ментальная практика работы с человеком для возникновения в дальнейшем или помощи при зачатии лариса терехина скажи будь ласка хочу прилетит и в украину жов не проведете батьки в ревенской области безпечно так беспречно можете их от и рухаетесь светлана бобейко добрый вечер андрей андреевич огромное спасибо за труд у меня сегодня день рождения ой пусть у вас в жизни будет все хорошо добрый вечер андрей андреевич мои такие пытания пытания прямо ну вы даете пытание слова пытка че залишитись в польши че вернулись в украину маю доньку 10 роков уже три роки одна після разлучения че складываются тут новые стосунки карьера декраще буду для людмилы с донкой у в польши че в украине а тут польша тут украина покажите мне показывают что в польши лучше будет у польши ирина заин нам как ученикам может что-то новенькое можно сделать на праздник ивана купалы конечно вы знаете что на праздник ивана купалы самые взрослые женщины беременеют это проверено вот эта неделя со вчерашнего дня сегодня завтра послезавтра это лучшее время для зачатия почему дело в том что сам то петр был зачат и влахией и как же его отца звали то хамои и влахии как-то так вроде бы или изеки ли и они были очень взрослыми и у петра родители они зачали его и родили когда им было там прямо гигантское количество лет и петр и праздники петра и фута не петр извините это я не а петре рассказываю об иоанне предтечи его родители языки я правильно и влахии по моему они были очень очень взрослые когда он появился очень взрослые и вот его праздники или как раз вот ивана купала является как раз теми праздниками когда очень взрослые имеют очень много шансов забеременеть к чему эти обряды прыгание через огонь это некое подогревание первой чакры чем сильнее первая чакра подогревается тем мощнее работает чакра любви 4 тем больше женщину желают если вы прыгаете через огонь держитесь за руки если руки нечаянно возле огня разорвать то после этого у человека могут быть сильнейшие ссоры и с этим человеком жить не будете а если прыгать и не отпускать руки то если поднимутся такие угольки то долго будете жить я не отношусь к тем людям которые такие обряды используют но могу сказать что в эзотерии наверное ее можно назвать эзотерикой есть ряд обрядов среди которых считается что огонь и вода в это время начинают дружить огонь очищение вода очищения поэтому обмойтесь огнем после этого покупайтесь очиститесь и скажите пусть грехи уйдут обязательно пусть рядом с вами во время сна находится небольшой кусочек полыни потому что полыни отбрасывает всех злых духов и вот тех девочек которые пускают стрелы в мальчиков которых потом привораживает и мальчики с ума сходят у меня сложная ситуация пересекли границу германии мне сказали нелегал незаконный въезд спустя сказали будет суд штраф и депортация что ждать сейчас словакии будет у вас штраф суд и депортация да к сожалению очень неприятно то что я сказал так и будет не знаю что вам делать не знаю плохо не идет хорошего информации слава богу что вы сейчас не находитесь в местах лишения свободы паша обычно человека садят он сидит до момента депортации ужасно что делают с людьми елена артюшенко доброго дня андрей андреевый чиро дякую за вашу работу есть питание коханный человек пропонуешь працювать в его клинице че варто идти да то че побудуем мы родину то все добрый дить гарна людина до речи але дуже потрібно ему душе починатись бо він такий тиран гуф але вы все сможете у вас же есть эзотерика милики здрасте андрей андреевич здрасте начала вести блог соц сетях для заработка на китайской астрологии базы цимэнь знаком с такой нужно ли мне показывать продвигать себя в соц сетях конечно получится зарабатывать конечно получится очень хорошая тема базы классная тема расти андрей андреевич в 2018 я перенесла онкоболезнь сейчас мучает и жога боль желудки печени особенно варикоз появился лишний вес прошу совета по исцелению берете горячую воду по 4 глотка каждый час одну неделю пьете одну неделю отдыхаете делаете так два месяца при этом одна чайная ложка соды на стакан воды один раз в день холодной утром выпиваете вот один месяц пройдет если так будете делать и похудеете и варикоз исчезнет и лишний вес тоже исчезнет есть такое растение она вам очень подходит называется железняк завариваете его пейте как чай еще подходит вам трава такая называется стальник вот принимайте стальник тоже потому что ваш ваши еще основные проблемы которые развиваются это будут проблемы позвоночника и суставов ольга он гу рюню скажите пожалуйста какие именно для мальчиков которые родятся в конце июля начала августа львы на букву а все имена хороши случае если в июле сейчас на букву и все хорошо игорь илья иван а если следующим на александр андрей августин какие плохие на следующий месяц нельзя называть николаем в этом месяце нельзя называть анатолием евгения пиду добрый вечер мне уже багато роков мою дочку 34 роки и двое внуков разведено алей дужи пара и массе склады цели життя а вы не пара и мать из буду вона счастлива не потрібно вам мабуть перейматися все буду добре навіть не очікувано добре леола леола будет ли у меня своя семья и дети будут да и дети будут и семья будет май молодец обучайтесь эзотерики тогда все будет давайте жить уже не по принципу доли которые вам там доля или судьба уготована кармы а по принципу воли мы эзотерики мы отличаемся тем что мы знаем правила которые могут дать нам в руки вложи таким образом чтобы и высшие силы и прекрасные ветры бесконечно дули в наши паруса абсолютного везения и фортуны поэтому обучайтесь у меня и будьте как я счастливым любимым здоровым богатым радостным и так далее и тому подобное каждый день каждая минута бесконечное молоко счастья бесконечное мария кудина как швидко и выгодно продать нерухомость можливо таку магическую ничь не не ничь не зробит и для цього у вас немат те энергии яка може колдовать не и дорого продаете не не час рынок этот он вообще упал сейчас те которые хотят уехать из территории этой страны этих людей в сто раз больше чем те которые хотят здесь и стремятся к тому чтобы здесь жить и сейчас но зачем кому-то покупать война не закончена она идет и длиться еще будет знаете после войны будет послевоенное время вы же не забывайте это не самое лучшее время не для экономики не для жизни ну и конечно многие это понимают мы же как бы страна думающих людей из-за этого конечно недвижимость это тотально сейчас не продается вообще не торопитесь ее продавать дело в том что со временем стоимость недвижимости в этой стране увеличится в сотни раз то что вы сейчас продадите вы даже не вложите никуда а вот случае если вы продадите в дальнейшем то это будут существенные деньги которые помогут вашей семье зачем сейчас продавать если есть возможность не продавать не продавать тем более выгодно сейчас не купите не продадите сейчас не автомобили дорогие мне квартиры ничего не продается так это большая редкость сейчас этот рынок лежит на животе галина дрома скажите будь ласка сможет выликовать ася вид онкологии че сможет застриты связи своими батьками их дужи люблю за ними сумой так сможет еще застриты ся але вам потрібно поспешат анна святенко цеми сида я зараз проживаю че сможет тут побуду ваты и житая нет че цветом часов тем часов один вопрос аня один вопрос мать и совесть или будет что являясь вашим персональным колдуном девушка пишет мне в instagram андрей андреевич мне надо здрасте андрей здрасте мне надо срочно вы написали когда-то опубликовали там символ какой-то он мне нужен дайте мне его то есть вы предлагаете чтобы я сейчас все бросил чем я занимаюсь сел и начал искать где этот символ находится и пишет мне следующее сообщение еще мне срочно надо еще мне срочно надо символ для продажи автомобиля я и пишу ну так если вам надо ищите неужели вы думаете а для вас сейчас буду искать а чего вы решили что я хочу вам что-то давать но вы же даете символы бесплатно да я даю потому что у меня для этого появляется настроение вот за сколько настроение появилось я сделал символ и выложил его а специально так для человека я делать не хочу почему так я не работаю ни на кого получается если чай горит дай мне зачем мы женщина мне пишет вот андрей андреевич пожалуйста срочно вот он меня бросил что мне делать там я хочу купить у вас таблетки и знать правду любит он меня или не любит зачем мне ты кто-то это ученица первой ступени нет до свидания почему я людям обычным не помогаю мне не интересно не интересно не помогать не подсказывать ничего почему они меня хамят они мне хамят я могу зачитать но не буду пусть человек живет счастливо пишет мне женщина здрасте андрей андрей здрасте вот этот мужчина я буду с ним жить или нет будете жить а у хороший или нет хороший а вообще ну а я его не очень люблю что мне делать ничего начнете с ним жить ваша доля будет хорошая и судьба будет хорошая напишу ей вы ученица школы нет хорошо ну раз вы не ученица школы вот вам счет пришлите мне сюда на этот счет об любую сумму почему потому что мне не хочется чтобы просто так меня обьюзали пришлите мне любую сумму она пишет вы ясновидящий дальше переходит на ты пишет ты ясновидящий должен все для людей делать бесплатно я пишу да неприятно мне конечно и она мне после этого написала пошел нахер красиво скажите я заслуживаю такого отношения к себе это красиво вообще так должно быть люди скажите мне хочу это знать может я как-то отвлекся от этого мира я что-то не понимаю в чем дело вообще что происходит тысячи сообщений я получаю сейчас срочно мне помогите кто вы выжить я же вас не знаю почему решили что я должен расходовать свои силы человека который может предсказывать судьбу на вас что-то предсказывать вам советовать вам говорить вам почему что вы сделали для меня я тот человек кто зарабатывает на этом деньги а мне вот так для вас делать зачем чтобы делать доброе дело я делаю доброе дело вот сейчас я выхожу и с вами общаюсь что с людьми происходит почему так но дают ну и после этого не хочется даже расти моя дочь наколола мой портрет на теле супер это будет приносить и и счастье не сомневайтесь светлана алекс вы хороший человек наверно чиниться 4 ступень заметила что после прохождения ступени и жизнь как замирает это правильно получается у меня практике жизнь замирает под шабы забываете о том что существует определенная тенденция каждая эзотерическая практика расходует психическую энергию помните на первой ступени объясняю эту концепцию это правило чем больше вы тратите психической энергии тем больше вам она нужна самая важная практика это накопление психической энергии как это происходит восхищение удивление радость появления внутренней радости тон расширения тонкой радости таким вот образом вы не работаете над тем чтобы расширять это состояние но при этом над тем чтобы его тратить тогда все замедляется конечно больше желаний возможности инструментов больше а психической энергии бензина меньше поэтому нужно за это смотреть лариса куликова добрый вечер подскажите в ужас мне 42 года во сколько лет я выйду замуж будут ли у меня мужчина почему мне не везет личной жизни вам сразу на 3 ответить смотрите первый вопрос почему почему 42 почему а выйдете ли вы замуж да будет ли у вас мужчина но это же как бы сама под собой подразумевает выйду замуж или вы за женщину зачем два раза написали вот мне 42 во сколько лет я выйду замуж ну и достаточно было бы в сорок четыре выйдете будет ли у меня мужчина скорее всего почему не везет личной жизни в вашем случае это связано с тем что вы первое очень часто матерились и говорили плохие слова на букву х и даже если это вы не делали то дело ваша мама или ваш отец таким образом прокляли то что связано вас и ваш роды так же скорее всего там не любили мальчиков также скорее всего вот смотрите есть такая тема которая называется половые органы если у человека половые органы проклинать то это проклятие рог рода проклинаются аниматами то есть чем больше человек материться тем сильнее рот проклинается потом вот эти проклятие это проклятие рода нужно покаяться сказать все мои те кого я посылала на букву х и на букву п они простите меня за это после этого вот сколько раз посчитать вы сказали вот это по их и вот столько раз мысленно нужно поцеловать себя вот то что вы проклинали и ненавидели таким образом открывается этот канал за мужество до мои золотые друзья а как же другие я знаю таких которые матерятся и которые там без конца матеряться они живут и как они живут счастливо многие счастливы ну как человек может знать кто живет счастлива кто не живет счастлива как ну вот они же живут ну как они живут я знаю таких людей у меня была ситуация пригласили на день рождения и там очень большое такое место и я решил выйти иногда курю сигары взял сигару с собой вышел так чтобы никому не мешать сел закурила эту сигару такой длины и сижу курю я люблю обычно сигару с крепким кофе и не люблю с виски и курю я сигару на день рождения там громко я уже собрался ехать домой решил что сейчас я вернусь заберу свою любимую супругу и поедем домой и там были с нами друзья и я всегда этих друзей воспринимал как очень хороших как очень хороших потому что они всегда за ручку держатся там ты мой зайчик то моя ласточка ты мой любимый ты моя хорошая ты мы этом еще так я слышу рык 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 и вот так вот заглядывая за деревом они ругаются боже мой боже мой я никогда в своей детской жизни не виделся вы люди так безумно ругались у когда-то у меня был такой период я находился в сизо бог и не меня не садили никуда ничего это была ошибка ну на самом деле это заказ такой был и там по моему я не помню там семь или восемь месяцев меня отпустили и вот я когда там находился то там были очень жесткие мужчины мне кажется они так друг с другом не разговаривали как эти люди муж и жена разговаривали я не мог поверить что это вижу я представляю как они разговаривают дома какие у них отношения я по те я теперь понимаю почему у них ребенок заикается пошел у них там наверное децибелы дома то есть они видимо там просыпаются пошел ты-то пошла ты там пошел ты-то пошла ты и да они на расстоянии видимо любят потом снова сходятся был нах и пошла ты пошел и все это ужас какой-то чем так жить а знаете многие люди так живут многие люди живут и многие молодые девушки вижу как ругаются и для них это нормально это проклятие рода много ругаются потом дети не могут получиться потом жениться не могут потом нормально жить не могут потом вот так и живут в этом бесконечном мраке как он-то знаете и могли бы потом даже как очиститься не знают почему то столько клеем поставить на этих местах знаете их нужно бесконечно обожать и целовать и молитвы за них читать мой парень хочет уехать в корею на год я его отговариваю он все-таки уедет или нет показываю что уедет мне 48 лет никак не могу найти так уже спросили подскажите мне 42 года во сколько то что такое хочу такой же комплекс как у вас оздоровится и молодится посоветуйте что купить очень похудел на фоне приема сорбента ксилокс ксилокс силокс офигенная тема принимая пепсин силокс и бетулин вот три препарата на протяжении месяца я еще бетаин только не гидрохлорид обычный бетаин и на протяжении одного месяца минус там четыре пять килограмм морщины исчезают цвет лица становится лучше глаза становится белее там живот ушел вздутия никакого ну и не кушаю ягод потому что от ягод и фруктов сырых меня появляется неприятности то есть начинает с двойной я решил что я кушать такое не буду выбрал для себя там два ну и принимаю витамины уже наелся видно за свою жизнь всего ем только апельсины апельсины мне подходят редко как лучше просить за сына чтобы он понял свою проблему и сам стал верить что можно своими силами открыть себе дорогу домой очень много информации как открыть сыну бог чтобы он поверил вы что бог если вот до этого возраста вы не повлияли на него то вы как собираетесь ему ментально изменить его прямом течение мозгов и мыслей вообще что с вами с чего вы взяли что вы можете сделать ту жизнь которой он будет счастливой почему вы решили это пусть жизнь будет его такой какая она идет он ее заслуживает эту жизнь молитесь за него складывайте ручки говорите пусть в твоей жизни будет все хорошо пусть у тебя будут только хорошие знакомые пусть будет все хорошо такие молитвы называются вымаливание просите за него у высших сил пусть они помогают вашему ребенку что делает если расстроился сам на себя и не могу побороть свои страхи как будто сглазила сама себя разгневалась сплетите завтра веночек созданный из полыни или купите полынь оденьте себе на голову такой полынный веночек и целую ночь ходите в нем или не ходите а лягки спать и пусть рядом лежит все страхи и самосглаз который есть будет удален можно еще вот так веночек возьмите сплетите из растений желательно желтеньких носите завтра ночью искупайтесь а после этого венок в дальнейшем этот отвезите на кладбище и выбросьте и скажите пусть мои страхи исчезнут работает надежда мурша здрасте моя личная финансовая жизнь улучшится надежда в этом году и в следующем наверное еще нет а так себе ну так по чуть-чуть она там идет но как бы так швая-швая олег добрый день андрей андреевич мой тесть лежит парализованный после инсульта он выздоровеет нет он будет еще очень долго переносить вот такую проблему и это только начало неприятности которые его ожидают к сожалению в дальнейшем будут проблемы с ногами у него в дальнейшем будут проблемы хватает проблемы с сердцем и с ногами и так далее будет и не так бы помог сможет ли он быть полноценным на сто процентов ну нет скорее всего вот так как раньше уже не будет жаль конечно доброго дня андрей андреевич мэна выпало волосе на голове скажите видно вы цене не видно вы чё нажали андрей андреевич я прошла сто тысяч раз мантру который вы нам дали не могли ли бы сказать как работает со мной надо дальше ее читать читайте дальше и работает с вами чему андрей андреевич маму все жить а мы не на любить знавожая дякую вот вы сейчас задайте себе вопрос вы сидите у вас здоровые ноги здоровые почки здоровые ручки вы закончили школу вы добились всего скажите она это сделала с вами отвечаю да скажите вы хороший человек сразу отвечаю вы хороший человек тогда скажите разве этого недостаточно чтобы поверить в то что она жила для вас и сделала вас хорошим человеком если бы ваша мама вас не любила то она была спина лобила вы выросли бы с поломанными пальцами и после изнасилований без зубов уже с кучей болячек ненавидели бы весь мир уже бабухали ежедневно и ненавидели бы всех а так как вы хороший человек сейчас вы за ты реку пришли к чему эти претензии вам не надоело вообще об этом мама не любит вы знаете что любит человек или нет может есть люди не показывают ничего какая разница любит она вас или нет вы то любите себе скажите вопрос вас многие любят а вы кого вот если вы многих любите тогда и вас любят а так знаете у вас к маме есть претензия к себе нет так а в чем проблема вы живете кармой мамы если мама вас не любит то и вы должны всех ненавидеть или что как человек может знать любит его мама или нет не говорит вам хорошие слова никогда вам там что-то не делал но делала что-то так может быть чтобы вы не видели говорит что не любит обижается потому что они взрослеют у них болезни появляются откуда вы это берете мама не любят что вы это тянете пол жизни мама не любит что за бред сестру любят меня не любят то вы откуда вы знаете кто кого любит у меня вот пятеро детей и нет такого что я вот малышку одну люблю больше а сына люблю меньше нету этого нет это бред почему каждому одинаково симпатизирую ли комп то нету такого вообще даже приблизительно я их обожаю всех а как я сравниваю обожаю ли я их каждый человек который живет рядом со мной если было бы сегодня возможность отдать свою жизнь прямо в эту секунду за то чтобы этот человек мой любимый ребенок жил дальше не раздумывая в эту же секунду в эту же сейчас вообще без сомнений почему мне не боюсь смерти я прожила а классную жизнь и всего добился я маленький был хотел быть богатым стал я маленький был хотел научиться писать книги и создавать книги создал хотел завод свой открыл хотел модные машины есть и недвижимость дорогой есть хотел управлять людьми в жизни был и на управленческих должностях тоже хотел в свое время там накачать мышцы у меня был период когда накачал просто потом было уже это не нужно хотел чтобы со мной жила самая красивая женщина на земле было хотел чтобы женщины были в моей жизни были разные разные были и не разные тоже хотел чтобы что в жизни человека может вдохновлять еще власть меня не вдохновляет работать чтобы воровать тоже не интересно я занимаюсь тем что мне нравится мне нравится путешествие в алгоритме этой вселенной мне нравится это изучать я знаю инструменты мне нравится коммуницировать с тонким миром я понимаю и пользуюсь какими-то услугами этого мира у меня жизнь прекрасная и конечно же у них много вопросов а у меня эти у меня если есть вопросы то я уверен что мне большинство людей на них ответа дать не сможет а сам я тоже не получу потому что возможно они перешли уже в цикл когда их нужно объяснять через математические доказательства а вот дети конечно же и и дети и жена и близкие у них могут быть мотивы могут быть пусть умирает тот кто уже счастлив и тот кому умирать не страшно вот я тут а там кого я люблю сильнее но бывает ли такое что я рыкну конечно я мужчина мне там что-то не нравится говорю все не надо давай выйди из кабинета ты мне мешаешь это жестко по отношению к ребенку жестко там ребенок не сливает унитаз я могу сказать то почему ты не слила унитаз что это такое ну вы понимаете все бывает это такая жизнь но это не значит что кто-то кого-то не любит что с вами вообще а ну-ка прекращайте это еще и все жить она любит то что пожалуйста подскажите как лучше просить за муж говорит что я бурчу может с возрастом пройдет ваша жена не бурчит дякую никогда нам она занимается своим бизнесом я ее и своим бизнесом никогда труден день до вечера если делать нечего я пытаюсь целиком весь день заняться чем-то то есть у меня каждая минута каждая секунда она занята постоянно чем-то никогда никогда поэтому бурчит мы друг друга не видим мы постоянно каждый чем-то занят а если отдыхаем слушайте мы друг друга не видим в нашей жизни для нас отдых это возможность побыть наедине с любимым человеком не не бурчит нет не будь хорошая теплая такая вообще теплая постоянно мне говорит солнышко китя любимый вот я на втором этаже у меня кабинет она просыпается на первом этаже я рано встаю и там сижу работаю и она приходит постоянно мне говорит солнышко идем кушать а я если честно сижу и жду когда она придет тоже мне так нравится она заходит ее обнимаю солнышко идем кушать идем и мне приятно что моя жена пришла ко мне и меня пригласила и такие теплые отношения нет я скорее всего бурчу после мне там то не нравится то но это связано даже не столько с ее качествами как связано с тем что она же находится в на вершине управленческой власти и мои претензии они часто связано с бизнесом я говорю вот так вот не нужно или вот так нужно но потом махнул рукой это делайте как хотите слушайте мне все устраивает любой брайловска будь ласка скажите рабыто аппарат дисплазия щеки матки так потребна робота чего пара все парать лариса куликова добрый вечер мне 42 таза махали вы с этими 42 когда я замуж сколько можно что я вам должен гадать сейчас мей сын 30 рок я проживаю важкий период налагодится нормально будет много лет работы учителем но последнее время сомневаюсь что в школы это мое подумываю учиться компьютерному дизайну правильно не поздно ли нет не поздно супер хорошее время компьютерному дизайну легко обучаться и это быстрая специальность это и это быстро можно все изучить вообще есть ряд специальностей которые можно обрести за неделю допустим есть программа канва покупайте канву обучаетесь в ней работать и вы фактически компьютерный дизайнер им мощнейший серым щек есть ряд программ вот я пользуюсь конвой и пользуюсь еще вид . ой о и могу сказать что это космос вообще космос сейчас и и ребенка научил и у меня есть сын и он тоже хорошо зарабатывает ну вот занимаясь приблизительно таким же бизнесом делает для людей там и видео делает и для людей делает серым и делает для людей instagram какие-то и там сейчас фотографирование у него и ведет магазин ну и так хорошо получается он говорит я так счастлив вообще что ну получается и говорит прям легко я верю молодец здрасте андреевич благодаря вашим практикам и ступеням постоянно стою на ноги очень хочется чтобы вы знали что эзотерика начинается с знаний если у человека все очень плохо ему необходимо значит у него не хватает каких-то знаний и когда человек говорит да что я там еще буду изучать послушайте есть что изучать начинайте изменять свою жизнь какую угодно проблему с прохождение моей первой ступени проходите в бесплатной версии а еще лучше платной почему дело в том что бесплатная версия она соответствовала тому миру который был тогда сейчас наверное вы заметили что мир очень изменился буквально за 10 лет между ними достаточно большой период между старой выложенной бесплатной и новые которые сейчас я записал прошлом и позапрошлом году проходите по возможности обязательно мои первые ступени школы кайлас и желательно в обновленном виде проходите уникальные семинары которые называются калачакра тантра йога это не связано с йогой но во время этих семинаров я провожу определенные ритуалы это фантастика они очень изменяют человека они тотально могут изменить человеку его судьбу и эффективность от них предельно быстрая то есть это уже высший пилотаж максимально проявленной эзотерики насколько это вообще возможно и насколько человеку это доступно и сегодня кстати сделал еще и три шума то есть для тех кто прошел первую вторую третью калачакра тантру я сделал соответственно три шума ситхи sound 1 калачакра тантры 2 и 3 вы можете прямо сегодня их приобрести стоимость 10 долларов можете перейти на сайт найти их или связаться с операторами для их покупки великолепная музыка для того чтобы не проходить от начала и до конца всю калачакра тантру можно просто слушать трехминутный шум действие будет аналогично и пользуйтесь видите все для вас марина борисенко пожалуйста не позволяет беременеть смогу родить еще сможете здравствуйте андрей здесь подскажите стоит ли развиваться массажа лица и ног чтобы сменить работу туда стоит будет получаться так где здесь я готовил вебинар чик и так какие обряды можно делать на ивана купалу если на купалы в течение месяца поклоняться земле обретете здоровье если поклоняться воде то по умнее если поклоняться огню и представляет что огонь на языке станете знаменитым если в ступе истолочь ячмень после чего на него сделать кашу и заказать желание раздать на праздник упал и желание загаданное исполнится если дома воскуривать полынь то никогда никто не сгладит и всех кто в доме находится также можно полынь положить я уже сегодня об этом говорю если на купалы смотреть на солнце и что в нем представлять то на протяжении года исполнится если взять головню от костра и положить ее в квартире замотал предварительно во что-нибудь то убережете квартиру от воровства и пожара на день купалы нужно в солнечный день вбить из обуви своей и близких всех бесов если так делать то муж и жена перестанут гулять кашку растения такое нужно положить на ивана купалы на пороге и переступать ее таким образом семье не будет одержимости и психических срывов березовые веточки нужно украсить свой дом на несколько дней оставить тогда будет очень благополучие большое финансовом плане жизни и семье самый лучший способ убрать бесов из человека это попарить его березовым веником на ивана купалы чем я завтра собственно и заниматься буду если на купалы обернуть березу своей рубахой после этого затаиться тихонько в лесу то звук который вы услышите первым ночью нужно сделать должен подсказать вам судьбу считается если девушка носит собой березовую бересту то вскоре она выйдет замуж за красивого мужчину дальше чтобы ребенок поумнел или кто-то из близких поумнел поможет хрустальная черепашка разместите рядом с человеком которому необходима помощь быстрый метод убрать у человека проклятие или проблемы жизни возьмите в правую руку 7 перцев чили сушеных и проведите семь раз над головой человека и сожгите на ивана купал если у человека есть проблема он начнет тут же кашли даже находясь на расстоянии также обряд работает если вместо чего чили перца использовать просто щепотку соли но чили лучше которую нужно при завершении бросить в огонь все что созглось необходимо после обряда выкинуть за пределы дома вот такие рекомендации от эзотерика андрея дуйко для вас и пусть в вашей жизни все будет хорошо здоровым счастливым быть легко поможет эзотерика дуйко прямо сегодня переходите на мой канал и обязательно проходите мою первую ступень эзотерической школы кайлас хочу вам сказать что перейдя в описании к данному видео вы сможете найти ссылку где вы сможете познакомиться с моей деятельностью эта ссылка узнать обо мне нажмите на нее и вы перейдете в такой вот под сайте где будет написано магазин мизонья магазин тибетская формула эзотерическая школа кайлас магазин сувениров выберите для себя необходимые поддержите меня своей помощью я вам помогаю и вы мне тоже помогайте таким образом будем взаимодополнены большое спасибо вам за соучастие не забудьте после окончания данного видео поставить лайк и подписаться на мой канал тем самым всегда будете в курсе обновлений и новых семинаров которые я в дальнейшем собираюсь публиковать большое вам спасибо я желаю всем счастья еще раз поздравляю вас с иваном купалы пусть и он креститель покрестит вас очистит вас своей священной водой от заболеваний и огнем уберет у вас психические состояния пусть наконец-то появится любовь матерей к своим мамам и мамам к своим детям пусть мужья вас обожают и пусть все мужчины обожают тех кто находится с ними под одной крышей пусть люди друг друга любят и пусть не желают друг другу зла и несчастье пусть наконец-то этот мир успокоится и люди уже не желают зла другим людям а будут обращать внимание на то тепло которое находится рядом с ними знаете чем давать бесконечное количество зла на левое направо в виде комментариев лучше говорите комплименты тем людям которые живут рядом с вами они нуждаются а ваши комментарии с плохими высказываниями в них не нуждается никто поэтому знаете ломать не строить а вот строить сложно а за то что человек строит что-то в этой жизни мир его очень мир к нему становится очень благодарным и бесконечно ему за это благодарен потому что любое благое дело она благами человека награждает а любое злое дело злом человека награждает поэтому будьте добрее будьте теплее